Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробности. Если говорить о предмете национальной гордости и о том, чего у нас никогда не отнять, то это, конечно, тема русских географических открытий, путешествий, освоения Земли и, собственно, России. Об этом мы не только говорим с гостем студии, героем России, почетным полярником, председателем областного географического общества Михаилом Малаховым. Когда мы первый раз оказались на Аляске, поняли, что действительно реально сделал тот же самый Лаврентий Алексеевич Загрузкин. То, что мы увидели в сохранении следов русской культуры на территории ныне иностранного государства, я имею в виду полуостров Аляска, это штат Аляска, принадлежащий Соединенным Штатам Америки, но там же настоящий русский дух, там Русью пахнет, вот что мы установили в первой экспедиции. А дальше уже последовали четыре дополнительные экспедиции по другим местам, связанных с открытиями россиян, не только рязанцев, не только Лаврентий Алексеевич Загрузкин. Напомню рязанцу, четыре имени наших земляка рязанца на современной карте Аляски. Удивительные, конечно, фенонимы. Понятно, что эти вещи мы должны были реально посмотреть, увидеть, убедиться, на себе почувствовать, что такое открытие. И потом об этом рассказать не только рязанцам, но и всей стране, и тем же самым даже американцам. Очень хорошо нас поддерживают, у нас много там сейчас друзей, которые, кстати, далеко не все решаются отправиться в рискованное путешествие на их же собственной территории. И, вы знаете, удивительно получился проект. Вот так мысль шла одна с другой. И не случайно в прошлом году мы сделали экспедицию уже не на Аляску, не по Ливудским островам, а на Шпицберген. Место, которое, наверное, миру стало известно благодаря российским Палморам. Хотя первооткрывателем официально считается датчанин Вильям Баренц. И в этом плане не будем спорить. А мы просто взяли факт того, что Россия оставила очень серьезный след в истории Шпицбергена. Это архипелах, он сейчас называется Свальбард. Хотя это норвежская территория, но там тоже очень хороший русский след добрый остался. Более ста имен россиян, великих в основном ученых, исследователей, географов, астрономов, физиков на карте современного Шпицбергена. Потому, что была экспедиция по измерению кривизны Земли в приполесном районе, в котором Россия, Российская Академия Наук, наряду со Шведской Академией Наук, это вот такие были ведущие полярные страны. Не случайно мы отправились, потому что это место нашей реальной славы. Это место, которым мы по-хорошему можем гордиться. Это место, где до сих пор остались реальные живые следы пребывания и деятельности россиян. Но, к сожалению, немногие об этом знают. Я могу сказать, что возникла потребность не только этого виду, но и визуализировать образ вот этих великих географических открытий, научных подвигов, которые совершали наши с вами соотечественники. Так и родилась идея Рязанского музея путешественников, многочисленных выставок. Так и родилась идея и аллеи путешественников, которую мы открыли в прошлом году в Верхнем городском саду на улице Радищева, угол Радищева и Урицкого, где стоит сейчас бюст Семенова-Тиньшанского. В этом году добавится еще одна фигура нашего известного рязанца. Так вы думаете, почему так мало рязанцы знают историю? Свою историю родную? Они живут на улице, но плохо знают. Вы понимали мы хорошо историю в целом. По крайней мере, мы визуализируем образы подвига россиян на разных континентах. Буквально вчера, мне приятно рязанцу сообщить, мы открывали выставку в самой большой нашей библиотеке имени Горького. Выставку с рассказом о Шпицбергене, о тех открытиях, которые мы сделали, о российской экспедиции по измерению дуги Меридиана с Вальберт. Выставку необычную. В каком плане? Мы не только показываем фотографии, их там, кстати, очень мало. Мы брали в этот раз, с собой пригласили в экспедицию известного в Рязани художника, очень такого активного путешествующего человека с опытом работы на полинэре в реальных походных условиях, Максимилиана Преснякова. И он выполнил блестящую, конечно, работу. И вот его несколько десятков картин на этой выставке представлены. И две работы также другой участницы экспедиции, уже любителя, правда, Юлии Ершовой, которая была также участником Рязанка, женщина-участник вот этой полярной экспедиции. Так что всем рязанцам праздничные советую посетить библиотеку Горького. Не с точки зрения взять какую-то интересную книгу, на ночь глядя почитать, а посмотреть совершенно уникальную выставку, посвященную нашей экспедиции на Шпицберген глазами профессионалов-художников. Могу, кстати, похвастаться, что мы уже сейчас имеем приглашение эту выставку отвезти в Орел. В сентябре она будет открыта в Орле. Ждем решения музея наших партнеров Ярославского музея. Он называется «Музей истории города Ярослава». Замечательный такой музей. Недавно у нас была выставка по Русской Америке. Сейчас они ищут место и время о выставке по Шпицбергену. Опять же, в основном художественной. Почему? Потому что был участник у нас из Ярославля. Там рисовалось, что он говорил. Пленэр обычно с чем-то уютным ассоциируется. Хорошее солнце, красивый вид, настроение какое-то. А там вот есть условия. Вы знаете, было все. Были замечательные виды. Было великолепное боевое рабочее настроение. Но была ужасная погода. И в этих условиях все-таки надо отдать должное Максимилиану, который, вы знаете, очень стойчески все вещи переносил. И была сложная задача рисовать в этих реальных условиях. Вот уникальность выставки в том, что это картины, которые в большинстве своем были сделаны там. Доведенные чуть-чуть, да. А хаусты стойко выдержали условия? Вы знаете, ну, это человек, который знает, как работать в таких условиях. Почему, собственно, и выбор пал именно на него. Ну, это давнишняя была мечта моя пригласить реального художника, настоящего художника в экспедиции. Не просто отобразить фотографически точные местности, создать условия, в которых дать рязанцам и другим зрителям реальное представление, как это вот все выглядит, та же самая Русская Америка или тот же самый Шпицберген, или Алиутские острова. Нет, надо было еще дать творческую составляющую, вот, видение художника. Мне в этом плане интересно, знаете, что сравнить? Вот я смотрю гравюры той же самой Русской Америки конца XVIII века. Вот первое русское селение на Аляске. Замечательная бухта с названием «Великолепный бухт трех святителей». Первое постоянное селение, оседло, началось в этой бухте, купец Шелихов из Курска. Вот первое селение там организовал. Он привез с собой художника. И вот мы нашли гравюры этого художника, сделано, представьте, 1784-й год. Потом мы нашли точку, с которой он рисовал одну из самых знаменитых картин. Это вот вид на селение купца Шелихова в бухте трех святителей. Точно место нашли. Когда вот сравним фотографию нынешнюю и картину более чем 200-летней давности, мы четко видим разницу. Да, да, вроде та же самая гора. Но у художника она более острая, более такая недоступная. Значит, я аналогичные вещи видел, знаете, вот картины морских или арктических льдов у художников 18-19 века. Вы знаете, это всегда какой-то вот такой ужас льдов. Ну, я человек, который на льдах только в палатке проспал более 500 дней, да. Ну, представляете, вот я знаю, как это все выглядит. Я знаю их чистую просто. Понимаете, льды, хотя они очень холодные, бесчувственные, безжалостные. Так вот, я могу сравнить, как выводят в реальности льды и как их подавали нам художники 200-300 лет назад. И всегда это были гротесковые формы. То есть, определенные преувеличения. Почему? Ну, люди возвращались с очень мощными, яркими эмоциями, впечатлением. Поэтому, когда они садились и все это рисовали в теплых, комфортных, так скажем, условиях, вот эти эмоции, конечно, их захлестывали отсюда, и вот их гротесковые вещи проявлялись. Поэтому его картины в большей степени создают вот такое ощущение реальности. Для меня это вот в искусстве было немножко вот неожиданное такое явление. Я думал, опять будет город делать более остроконечненькие, ледники более эмассивные. Нет, Максим Анатольевич молодец. Он вот отразил так, как есть. И в этом, мне показалось, есть особенность художника, реального натуралиста. Когда-то это будет, конечно, историческими вещами. Потому, что те вещи, которые мы нашли, следы пребывания российско-шведской экспедиции, их места лагерей, сигналы или геодезические гурии, которые тогда ставили 1898-1902 годы, экспедиция в эти годы проходила. Но то, что вот от них осталось, конечно, это уже хорошая история, которую мы завестировали и через камеру фото и видео, и через глаз, творческий глаз настоящего художника. Совершенно необычная выставка. Еще раз всех приглашаю посетить это культурное мероприятие. А нашим телезрителям мы пожелаем быть добрее и больше путешествовать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова